Всем здравствуйте! С вами снова экстрасенсорно-парфюмерное видео. С вами Слава Геринг из Швейцарии. Сегодня поговорим о нотах пачули в ароматах, об их магических экстрасенсорных свойствах, о магии денег, ну и вообще о магии. Потому что, говоря о пачули, мы говорим о таком необычном кустарнике. Мы говорим о нотах дерева, таких землистых нотах, иногда даже слишком землистых, почти подвальных. У меня сегодня четыре аромата с нотами пачули. Два аромата новых, которые мы с вами будем открывать вместе. Я их буду слушать один первый раз, а один я уже слышала в Ривгоше. Я зашла в магазин, мне показали эту новую. Новую. Для меня это новая линейка от Бушерон. Я, наверное, начну именно с этого аромата, с этого парфюма. Вот он у меня еще запечатанный. Я его послушала, с консультантом поговорила. И, в общем-то, ну, мне понравилось. Пачули мне нравится. В прошлый раз мы с вами говорили о нотах ветивера. И ветивер тоже относят к ароматам, связанных с магией денег, с магией защиты. Но у пачули, хотя, конечно, их можно комбинировать, немножко еще другая история. Я с удовольствием начну открывать этот аромат вместе с вами. Мои ножнички. Так, здесь у нас даже магазина сразу видно. Вообще, то, что касается бутиковых линеев некоторых брендов, таких как Бушерон, например, Гуччи, Прада, я их не очень еще хорошо знаю. Это у меня первый аромат из бутиковой линейки. Бренд Бушерон вообще мне нравится очень. Когда на заре еще моего интереса парфюмерии, я работала в парфюмерном магазине. У нас не было нишевой парфюмерии. Были только люксовые ароматы, с которыми я очень здорово подружилась. И там у меня началась такая страсть к яснообонянию. Я тогда уже занималась немножко экстрасенсорикой, поэтому там я уже начала сравнивать эти ароматы. Но надо постепенно идти уже вперед. И Бушерон, который я знала, теперь он звучит немножко по-другому в его новой бутиковой линейке. Итак, называется Пачули Данкор. Вот такой филакон огромный. Видишь, что я разливаю, распиваю ароматы. Меня девчонки заказывают как из Швейцарии, из Италии, так и из России. На сайте, ссылку на который вы найдете, как всегда, внизу в описании. И видя, что здесь аж целых 120 миллилитров, насколько я помню, да, 120 миллилитров, то, конечно, было очень выгодно его купить. Как он открывается? Вот так он открывается. Я приготовила блотеры, чтобы прочувствовать еще раз этот аромат вместе с вами. Ноты. Это, кстати, Наталия Ларсон. Это она парфюмер этого аромата. И, в общем, очень многие ароматы этого парфюмера мне заходят. Очень даже здорово. В верхних нотах груша и бергамот, средний, кжасмин и бурбонский перец. И в базовых нотах, естественно, пачули, белый мускус и гуаяк. Итак, на какую магию он похож? Когда я его пробовала в магазине, я не была еще так настроена на то, чтобы почувствовать какую-то магию. Он мне понравился. Я бы его, конечно, не взяла, если бы было это по-другому. И вот сейчас я чувствую, да, действительно, груша. Груша. Висит груша, нельзя скушать. Такой запретный плод. Очень сладкий. Здесь пачули немножко поначалу где-то за кулисами выходит груша, бергамот, белые цветы. Здесь есть жасмин, поэтому чувствуются белые цветы. И пачули. Пачули мускус гуаяк. Я сейчас еще немножко подожду, когда вылезут остальные ноты. Но груша поначалу очень здорово чувствуется. Он для меня достаточно сладкий. Есть аромат из пачули, очень мистические. Вот следующий я вам покажу. Там больше мистики. Здесь не шоколадные пачули, которые мне нравятся, и не подвальные. Это именно ювелирные украшения. Вот как ювелирный дом, бушерон, так и аромат. Ювелирное украшение. Это аромат богатства. Так как пачули у нас относится к деньгам, в общем-то, очень часто делаются ритуалы на деньги с пачули, с ветивером. Да, он красивый, но он легкий. Он легкий, сладкий и богатый. Да, это какое-то кольцо с зеленым камнем. Может быть, это, конечно, и изумруд. Да, может быть, это и изумруд. Какого у нас цвета. Какого-то такого лилового даже цвета. Пачули у нас зеленый. Красивый аромат. Я в нем не чувствую мистики. Это именно ювелирное украшение. Это как одеть этот аромат, а чувствовать, что на тебе одеты кольца. Кольца. А, вот, кстати, у меня зеленый берил на мне. Вот это чем-то похоже, кстати. Вот, интересно. Вот зеленый берил этим и пахнет. Красиво. Не экстрасенсорно, по мне. Это именно украшение. Украшение. Вот у меня берил с этим ассоциируется. Даже как я его одела сегодня и к нему прямо аромат подобрала. Ладно. А тут мистические ароматы, которые я вам хочу рассказать. Это очень знаменитый, очень знаменитый аромат от Reminiscence, пачули эликсир. Многие его знают. Это не нишевая. Как мне его показать вам? Это не нишевая парфюмерия. Это парфюмерия класса люкс. Он стоит недорого. Или это такая малостоящая ниша. Потому что у меня, в общем-то, хорошие такие парфюмы. Это звучит дорого, темно. Здесь только пачули, сандал и кедр. Кстати, кедр тоже кладут в магию денег. Но это не магия денег. Это просто магия. Вот если бы я встретилась бы с какой-нибудь магиней, я с ними часто встречаюсь. У меня есть девочка одна, с которой бы я очень хорошо ассоциировала этот аромат. Он такой немножко землистый. Да и магия у нее, могу сказать, не совсем уже белая. И вот ее магия, ее экстрасенсационные способности пахнут именно так. Она немножко гадает на картах. Она немножко ритуалит на луну с травками. У нее на алтаре всегда лежит много разного сухоцвета. Ну и живые цветы тоже. Но здесь, например, живые цветы я не чувствую. Такой землистый аромат. Как будто происходит какой-то ритуал ночью под луной, где слышится сырая земля. Но шоколадные здесь почули. Поэтому, наверное, все-таки они такие темные. И кедр дает еще какую-то такую лесную и ночную обстановку. «Магия темная». Видите, сколько у меня уже отпито. Я поделилась этим ароматом с кем-то, но дала только пять миллилитров. Я помню, остальное я сама все сносила. Вот если бы его добавить или в него добавить еще какую-нибудь нотку белую, тогда была бы прям луна белая видна. А здесь как будто луну или небо заволокло такими темными тучками. И вот такой вот магический у нас эликсир. Эликсир. Темно-темно-темно-темно. И такая земля влажная. Следующий аромат у меня от «Монталь». Называется у меня маленький «Монтальчик». Называется «Почули лифс». Листья «Почули», насколько я помню. Снимаем бряклу. Здесь «Почули» мне нравятся. Они немножко медицинские. Я делала видео амбровых ароматов. И там была амбра «Блю Амбер». И у него была такая нотка медицинская немножко. Вот здесь я тоже слышу небольшую медицинскую ноту. Что у нас здесь? Почули, амбра, ваниль, лабданум и мускус. Я не знаю, что дает такую медицинскую нотку. Амбра с почули это очень красивое. Это тоже что-то такое волшебное. Если там было мистическое, потому что такое земное, то здесь похоже на листья. Может быть, даже после дождя. Это уже не ночь, а рассвет или день. Такие влажные листики пачули с амброй. Амбра тоже очень волшебная. И вот если здесь сделать какой-то ритуал, то здесь получить результат от ритуала. И, кстати, результат, который очень быстро воплощается. Здесь слышится, что была проведена работа. И амбра дает как бы нам ставить точку. Ритуал закончен. Вот смотри и восхищайся тем, что получилось. Вот очень красивый аромат. У меня здесь осталось хоть и 50 миллилитров. У меня тут осталось совсем на донышке. Я его относила за милую душу. И чувствовала себя с ним всегда очень хорошо. И, кстати, с этим ароматом у меня исполнялись желания. Вот не знаю, как только я его на себя надевала, у меня тут же в этот день реализовывался какой-то мой замысел. Красиво. Очень такой громкий аромат, как у всех манталь, поэтому будьте с ним осторожны. Он совсем не детский. Красивый. Я у меня от манталь немного совершенно флакончиков, потому что, ну, я не могу дружить со всеми ароматами. Не все соответствуют каким-то моим ожиданиям экстрасенсорным. Есть такие, которые орут и все, и никакого толку. Такие медицинские пачули. Рассвет, капельки воды на листиках, амбра, который мне говорит о том, что день наступил, потому что амбра золотистого цвета, может быть, там даже солнышко уже входит. Входит, солнышко входит, солнышко выходит. Куда оно входит? И еще один аромат. В нем есть нота пачули в базе. И этот аромат для меня новый. Мы сейчас будем его вместе раскрывать. распечатывать. Заинтриговал меня. Очень заинтриговал. Называется «Лучи и омбре» от маск Милана. «Лучи и омбра» «Свет и тени». Так как я еще в пачули все-таки что-то такое мистическое, как я могу обойтись без такого аромата, которого название само за себя говорит, между черным и белым, между светом и тьмой. У него есть описание, потому что маска каждому аромату дает определенное какое-то романтическое философское описание. И вот там прямо было очень здорово описано, что это именно борьба между светом и тьмой, между хорошим и плохим. Ну, куда же мы в магии без хорошего и плохого? Надо все попробовать, правильно? Чтобы потом можно было выбрать между светом и тьмой. а это им должен быть выбор. Так, посмотри, вот так он открывается. Нужно его развинчивать таким образом. Что у нас здесь написано? Верхние ноты написаны. Ноты А, даже не верхние ноты написаны, очень интересно, написано светлые ноты. Потом идут такие пасмурные ноты и темные ноты. Интересно, интересная подача аромата. 30 миллилитров, что ли, по-моему, что-то какая-то маленькая, какой-то маленький у него объем. Они все выпускают ароматы такие маленькие. Сейчас я посмотрю, что у нас здесь. 35 миллилитров. Да, если он мне понравится, я его на распих не отдам, конечно. Вот такой флакончик. Маск. Луч эра омбра. Ой, что это такое звенит? А, я думаю, что же звенит такое? у него здесь вот эта вставочка, вот она здесь болтается и звенит. Я не знаю, должно ли быть так, что звенит или она просто не приклеенная. И где-то у меня по дороге оторвалось. Ну, не знаю. Звенит. В мантале звенит, здесь звенит. пачули здесь есть, поэтому мистика должна присутствовать. Мистика, магия. Так что же у нас в верхних нотах у нас ладан. Средних тубероза, имбирь, жасмин и мох. Люблю туберозу очень. Базовых альбанум, кедр и пачули. Опять у нас кедр есть. Имбирь, кстати, тоже относится к денежным ароматам. Мох. Так. Здорово. Слышу жасмин, нет, не жасмин, жасмин, белые цветы и туберозу слышу. Вот сразу как-то они пришли. Тубероза слышна здорово. Темное и светлое. Почему бы нет? Потому что пачули здесь темные, землистые. Помните вот в аромате пачули эликсир, я говорю, вот добавить бы туда жасминчику или каких-то белых цветов и была бы видна луна в этом темном лесу, где ритуал проводится. Так вот здесь это есть. Только даже, может быть, даже больше, чем я рассчитывала. что у нас здесь из темного? Ладан. Ладан, может быть, даже если был, я потом на коже попробую. Ладана я не услышала. Наверное, совсем верхние, совсем прямо легкие ноты. Вот только пришел и сразу ушел. Я его не услышала. тубероза чувствуется очень здорово. Поэтому здесь больше света, чем тьмы. Вы знаете, может быть, это как пробник для того, чтобы узнать, какой ты маг. Вот чего ты больше всего услышишь в этом аромате? Ты услышишь больше всего почули, которые тянут к земле, к чему-то темному, или ты услышишь белые цветы. То есть это тест для мага. Я слышу белые цветы. Я слышу туберозу и очень мало почули. То есть для меня это свет. Я попробовала потом на коже, ни сейчас, ни сразу, чуть попозже, и посмотрю, а вообще почему не сразу. Попробую я его на коже. Может здесь ладан услышу. Нет, сначала у меня алкоголь пошел. Вот темнота сразу вылезла, то есть это скорее всего ладан. Вот на коже я ладан слышу. Потом он у меня куда-то уходит. Имбирь. Я на блотере этого не слышала. то есть блотер это одно, а моя кожа это как будто индикатор света и тьмы. Так, Славочка, где ты, с какой ты стороны? Я очень четко слышу имбирь. Невероятно! Какая разница между блотером и рукой, и кожей? и все еще слышу имбирь. Мох? Нет. И вы знаете, вылезает даже какая-то нотка цитрусовая, хотя здесь цитрус не заявлен совершенно. Вот имбирь, наверное, дает все-таки такую ассоциацию. Да, но светло, все равно светло, а туберозу не слышу. Здесь слышу, здесь пока не слышу. Подожду и посмотрю, как раскроется. Но темноты у меня здесь нет. Если у вас есть этот парфюм цвет и тень, как он на вас раскрывается, напишите мне, пожалуйста, на какой вы стороне интересно. Все, на сегодня я закончила. До следующих встреч. Всем пока. Увидимся.